Всем привет, дорогие друзья! С вами снова канал Паша Распаша И сегодня мы с вами поговорим о водно-солевом балансе нашего с вами организма Как необходимо пить воду, сколько ее нужно пить и стоит ли доверять всем системам, расчетам и так далее Или все-таки наш организм знает лучше? Поехали! В самом начале я хотел бы сказать, что это видео является всего лишь рассуждением на тему воды И отталкиваюсь я лишь от своего опыта, от опыта своих клиентов, от четырех лет университета От множества статей и видео на эту тему В общем, доверять мне на самом деле не стоит и верить мне не стоит Но тем не менее мы с вами все равно порассуждаем Как вы знаете, наше тело состоит на 60% из воды, на 34% из органических веществ и на 6% из неорганических А раз 60% это основная масса, то мы именно об этом с вами и поговорим о воде Но если пробежаться по просторам интернета, либо просто пообщаться с людьми, которые вас окружают о воде То вы поймете, что огромное количество теорий, правил, которые все придумали На самом деле, по большому счету, они верны Нашему организму требуется 2-3 литра воды в течение дня Но вопрос о том, как употреблять воду эту и необходимо ли заморачиваться на эту тему, мы с вами и поговорим И начнем мы с вами с того, что наш организм это сложная саморегулирующаяся система Которая может управлять нами как осознанно, так и неосознанно Да, на самом деле все верно Если вашему организму требуется воды, то у вас появляется жажда Вам хочется воды? Вы так думаете, да? Но, возможно, вам хочется чай Возможно, вам хочется кофе Газированную воду Возможно, вы хотите фруктов Либо просто поесть супчику Ведь это не вода Но вам может это хотеться Здесь, на самом деле, в этом вопросе все зависит от ваших привычек И от того, к чему вы приучили свой организм Если вам нравится вкус чая и вы его пьете регулярно То ваш организм будет в случае жажды просить чай Если вы постоянно пьете газировку, то он будет просить газировку Если вы регулярно налегаете на фрукты, то он будет просить фруктов И вы спросите, почему именно фрукты? Да потому что в них огромное количество воды Они очень водянистые Огромное количество сока получается при выжимании тех же самых апельсинов, яблок и так далее Даже суп является олицетворением воды для нашего организма Правда, параллельно с углеводами, белками и так далее Но это уже другой вопрос И в этом видео мы не будем затрагивать систему вознаграждения нашего мозга Которая нами управляет И управляет тем, что мы будем пить, что мы будем есть и как мы это будем делать Нет, сегодня мы с вами рассуждаем по факту Организм хочет пить, организму надо дать воды И как это сделать правильно И вы, наверное, прекрасно понимали еще до меня Что организм может использовать газированную воду, чаи и так далее Для того, чтобы получать воду Да, на самом деле это так Наша пищеварительная система настолько универсальна, настолько идеальна по своему свойству Что она имеет способы отделять воду от красителей, от примесей, сахара, белка и так далее Неважно, какой напиток вы едите или какой суп, какие фрукты вы употребляете Наш организм имеет возможности отделить воду от всего остального И тут на самом деле немножко другой вопрос, что, допустим, чистая вода усваивается в течение 20-15 минут А вода с различными примесями значительно дольше, значительно дольше усваивается Но об этом, обо всем мы с вами поговорим в следующих видео И я хотел записать одно видео на тему воды Получилось три Сегодня первое Но давайте поговорим о том, как наш организм понимает, что ему необходимо сейчас выпить воды И вот именно из-за этого мне пришлось углубиться в эту тему достаточно глубоко Чтобы выяснить, что паравентрикулярные и супраоптические ядра гипоталамуса Да, я смог это выговорить Это рецепторы, которые следят за количеством соли в нашей крови Наша кровь на 0,9% состоит из солей Да, это так И когда вы двигаетесь, когда ваш организм отдает воду Количество соли может меняться, становиться 1,0, 1,1, 1,2 и так далее Эти рецепторы дают сигнал в головной мозг и у вас появляется жажда Но параллельно с этим ваш организм принимает меры для того, чтобы сохранить собственную воду И это происходит посредством такого гормона, как вазопресин Это антидиуретический гормон, который позволяет меньше выделять мочи Меньше отдавать воды и сохранять ее внутри нашего организма И даже уже на этом этапе становится все понятно Все, что все очень сложно, очень непонятно И наш организм реально знает лучше Ведь наши с вами предки не заморачивались о том, сколько пить воды, какими объемами Необходимо это делать каждый час по стакану, либо что-то другое У них были периоды, когда они абсолютно не получали никакого доступа к воде Возможно, они получали воду из мяса того же самого свежеубитых животных Они получали это из растений, фруктов, овощей и так далее Наш организм намного более универсален И нам реально не стоит заморачиваться на эту тему У него есть все способы регулировать количество воды в нашем организме С другой стороны, нам необходимо понимать, что происходит подмена Но об этом мы также поговорим в следующем видео И подводя итог всего вышесказанного, я хочу сказать Да, реально, наш организм оказывается все-таки умнее и универсальнее, чем нам с вами кажется Не стоит заморачиваться о том, сколько вы пьете, как вы пьете И необходимо это делать через каждый час, либо через каждые полчаса Либо 5 литров выпивать, либо что-то как-то Главное, прислушивайтесь к себе Вам захотелось попить? Попейте Вам не хочется пить? Не пейте, не надо Но главное научиться отделять чувство желания попить чаек и чувство необходимости именно в воде Старайтесь прислушиваться к себе, слушайте себя Обязательно тренируйтесь и пейте чистую воду С вами был канал Пашамспаши, обязательно подписывайтесь на канал И это первое из трех видео на тему воды В следующих видео мы с вами поговорим именно о системе вознаграждения Которая регулирует моменты того, что мы будем пить, как мы это будем делать и так далее А в третьем видео мы с вами поговорим о том, когда необходимо пить воду И можно ли пить воду во время еды Или может быть не стоит Ведь есть реальный миф на тему того, что во время еды пить нельзя И я уже проговорился Да, это миф Пашамспаши Пока Субтитры сделал DimaTorzok